а теперь откиньте все ваши абстрактные идеи и мистические мировоззрения и вот сами почешите свою репу и осознайте кто реально реально является боссом нашей солнечной системы реально только не в ваших там мозгах и не то что вам проповедники рассказали кто является центры нашим центром нашей солнечной системы кто поддерживает все планеты кто дарует ниспосылает милости жизнь и энергию на все живые существа вы поймите что планета земля без солнца это как и женщина без мужчины это просто оболочка бесплодная это просто пустой сосуд глины земля они ничего никогда не вырастет и вы понимаете и все процессы которые у нас происходят на земле они завязаны на процессах которые происходят на солнце а солнце не висит во вселенной она движется вокруг полярной звезды да это вот мы не будем сейчас соответствует она движется проходя самые разные сектора во вселенной и поэтому на нас влияют на людей то цивилизация одного толка то цивилизация другого толка потому что мы не висим на одном месте солнце как и написано в индийских там трактатах всяких она и движется на колеснице с одним колесом а спица его ее конец и как бы сказать то присоединена к созвездию большой медведицы а созвездие большой медведицы это созвездие семи риши и они имели огромное влияние на вообще становление людей на этой планете понимаете дк и к чему я это говорю что по понятиям теле мэра урху это там по-славянски это называется ярила это и формально и реально есть бог в нашей солнечной системе и даже вот поймите вас всех воспринимают как лохов так как все черные братья почему вообще называется почему черных лож называют братьями с какого перепуга а с такого что они стоят выше всех мирян так как у них есть и знания они также поклоняются солнцу все рептилии поклоняются солнцу вы понимаете потому что одно дело абстрактные идеи там и философские мировоззрения с другой стороны чего на деле происходит и кто на деле все мои рулит и это вот и подлинная религия всей планеты со времен ее сотворение так как и как сказать только эта идея может объединить всех князей земли потому что спекулировать на этой идеи как там на юдон ублюдом спекулируют или там такие концепции как про брахмана не только за запутывают людей а солнце вы не можете там никакую подставу устроить она висит над всеми это есть глаз гора и вот это символ глаз треугольники это символ солнца и светознание и он был украден черными ложами понимаете так вот невозможно никакую манипуляцию устроить и диверсию так как солнце видят все и все видят что у солнца нету никакого там божественного плана оно просто есть оно и по своему могуществу по природе своей дарят жизнь любовь и свободу всему сущему и поэтому никто не может прийти там и сказать вот я посланник от солнца делать и так скажут вот мы его видим и она нам ничего такого не говорит потому что бог он и человека не напрягает ни в чем его не обвиняет свойства бога ну вот в этом разрезе как мы сейчас говорим это просто дарить жизнь любовь и свободу вы понимаете далее вы для всех существ которые находятся в солнечной системе лохи по одной простой причине вы так мне сейчас мешают вы отождествляете себя и вы нет вы не осознаете себя как граждане нашей солнечной системы вот даже не осознаете себя как граждане нашей планеты земля у вас нету точки скажем так отталкивания вы все себя и и и индифицируете по всяким там паспортам карточкам по именам по гражданствам это бред вообще это к реальной ситуации не иметь никакого отношения поэтому я вот это видео будет называться именем того ритуала до которой практикуют эти лимиты и это кстати и древние славянские ритуалы так вот этот выпуск так и будет называться именем этого ритуала ищите его или делайте на свой манер это главная суть уясните что если вы приветствуете солнце вы таким образом для всех остальных существ становитесь и как бы сказать правоправными и не лохами а равными им как минимум так как вы подтверждаете свое место в этой вселенной кем вы являетесь вы граждане солнечной системы а когда вы солнечной системе живете а поклоняетесь непонятно кому понимаете единственное что объединяет всех существ а здесь такая куча существ там под землей на земле и на там она стоит на астероидах на луне на марсе это все они все все заселено там яблоку негде упасть понимаете и все эти терки которые происходят на земле все эти там санкции соглашения там войны договоры союзы в космосе та же самая комитет просто в масштабах в других масштабах понимаете и вот если вы хотите там и вам не паспорт совка надо возвращать а вот именно такой что у вас паспорт был чтобы вы подтверждали свое место в этой вселенной и признавали и нашего истинного босса который есть раур хуит или солнце понимаете это или нет и тогда восстановитесь полноправным тогда с вами уже можно считаться а пока у вас башке каша с вами никто считаться не будет вот это в двух словах просто скажем так и это ну скажем так это даже политика скажем так и планетарного масштаба а о том что это дает в плане там и мистическом и в магическом разрезе я как-то сделал отдельный выпуск вы если вы будете это ежедневно делать у вас на вас просто ну вас глаза начнут открываться и у вас и начнете осознавать как все работает и у вас куча соответствий пойдет между и вот всеми этими внешними процессами да и внутренними осознайте даже что все вот чакры вашем теле соответствует разным планетам скажем так ваша суть внутренняя соответствует солнцу поэтому и говорится что вверху то и внизу что вовне то и внутри что нету в человеке части которая не от бога и нету в нем ну почитайте я там ссылки даю под некоторыми видео в эти книги почитайте и поэтому поклонение солнцу оно просто это жизненная необходимость это не то чтобы какие-то верования даже это сравнить тому что вы верить можете там быть любой религией и относить себя к любой общине какой хотите но для того чтобы быть равноправным и со всеми теми существами и включая ваших захватчиков вам нужно подтверждать то что вы являетесь сувереном вы не можете являться сувереном если вы не признаете реально их вещей вот поэтому в двух словах я объяснил если там что-то непонятно какие-то вопросы пишите в комментариях в комментариях ничего писать не буду с течение времени если там будут какие-то вменяемые вопросы и у меня будут ответы я на них отвечу если у меня нет на них ответах ответов я на них отвечать не буду и далее поймите все мужчины да и женщины тоже женщинам вообще необходимо солнцу поклоняться так как и мужчина является наместником от всевышнего он является представителем солнца на планете земля а мужчинам если вы хотите мужскую силу если вы хотите чистое сознание осознанность вам просто жизненно необходимо получать милость от главнокомандующего в нашей солнечной системе и точно так же если вы прилетаете в другую солнечную систему то их звезда и будет и тем боссом который там правит и вам и нужно будет приветствовать их звезду так делайте выводы да что есть вселенная что это тело не видит которое осыпано блесками вот этих вот звезд и поймите что каждый мужчина и каждая женщина звезда каждое число бесконечно не существует различия салям